Три месяца работы и 12 миллионов рублей в Мариинском посаде отреставрировали особняк купца Короткова. В нем располагается местный краеведческий музей. Что удалось воссоздать, узнала Татьяна Леонцева. Вот так выглядело здание музея до проведения ремонтных работ. Покосившиеся стены, разрушенная кирпичная кладка. Особняк середины 19 века переживал не лучшие времена. А это уже отреставрированный фасад. Разница налицо. После реконструкции парадная особняка вернулась на свое историческое место. Именно через эту дверь гости купца Короткова попадали к нему в дом. Кстати, в этом доме до сих пор сохранились балки тех времен. Все остальное восстановили. Залили пол, подняли стены, уложили плитку. Посетители все это видят впервые. В обновленные помещения вернулись музейные экспонаты. В одном зале экспозиция с флорой и фауной. В другом можно познакомиться со старинным бытом. Печь и дымоход середины 19 века. Вот какой вкусный, жаркой. Вот так вытаскивали раньше, мы тоже жарили. Совершенно верно. Деревянная лестница, покрытая лаком. По такое купеческое семейство поднималось на первый этаж своего особняка. Гостиная, кабинет, столовая. Помещение заиграли по-новому. Аккуратные лепнины от штукатуренной стены, блестящий паркет, новые люстры. Реставраторы старались сохранить атмосферу позапрошлого века. Раньше я ходила в музей. Мне очень нравилось. Но сейчас, конечно, красота неописуемая. Совсем стало по-другому. Очень красиво. Конечно, нуждался. Сколько здесь посетителей. Сколько туристов приезжает. Очень много. Осталась та же мебель, утварь. Но все-таки, мне кажется, после ремонта намного интереснее, приятнее сюда заходить. Совсем другая атмосфера. Девушки обязательно же украшали свои подушки вышивкой или белыми наволочками. И опять же, вышивали золотыми нитями. Теперь показывать девичью светелку можно не только летом. Рабочие привели сюда отопление. Всего на реставрацию музея выделили 12 миллионов 170 тысяч рублей. Подрядчик справился всего за три месяца. За ходом работ следили сотрудники музея. Где-то что-то мы вносили в свои корректировки. Потому что в основном хотели какие-то детали сохранить. Именно которые нам достались от купца. И показать, естественно, и сохранить все это для нашего будущего поколения. Татьяна Леонтьева, Павел Рядков, Республика.